Полицейские раскрыли группировку кибермошенников. Жертвами злоумышленников в основном становились руководители компаний и индивидуальные предприниматели. Им предлагали участие в тендерах, но для этого нужно было приобрести сертификат. Закрытый отбор проводился на выполнение работ, оказание услуг, либо поставку продукции. Например, речь могла идти об обеспечении питанием работников крупной компании, размещении их в гостиницах или хостелах, покупке подарков и цветов для корпоративных мероприятий. После оплаты несуществующих сертификатов аферисты переставали выходить на связь. С целью конспирации рассылка писем осуществлялась с электронных почтовых ящиков, привязанных к доменным именам, созвучным наименованиям организации, от которых они якобы действовали. При этом сообщники использовали VPN-сервисы, регулярно меняли сим-карты и мобильные телефоны, а также адреса расположения колл-центра. Задержаны 11 предполагаемых организаторов противоправной деятельности. В криминальную схему были вовлечены их близкие родственники, знакомые и друзья. Всего в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства были доставлены более 50 человек. Ежемесячно соучастники реализовывали примерно 300 сертификатов на общую сумму около 12 миллионов рублей. На счету подозреваемых не менее 500 эпизодов преступлений. Более миллиона пачек сигарет без маркировки нашли полицейские в складском помещении. Там же было организовано и производство табачных изделий. На упаковке контрафактных сигарет наносились логотипы известных брендов. По оценке специалистов, одному из правообладателей причинен ущерб на сумму более 5 миллионов рублей. Всего из незаконного оборота изъята продукция на общую сумму более 173 миллионов рублей. Госавтоинспекторы в результате погони задержали нетрезвого водителя, который вез ребенка. Дежурную часть об опасных маневрах иномарки на одной из улиц сообщил очевидец. Звонивший также уточнил, что в салоне машины находится маленький мальчик. Незамедлительно на место происшествия прибыл экипаж госавтоинспекции. Полицейские начали погоню. Двигаясь на высокой скорости, водитель создавал угрозу для окружающих. На одном из перекрестков он столкнулся со встречным автомобилем, совершил наезд на автоинспектора, а затем продолжил движение. После того, как к погоне подключились четыре экипажа госавтоинспекции, мужчина был задержан. Проверка показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Четырехлетний сын нарушителя ДТП не пострадал. Его передали матери. Полицейские на берегу Азовского моря с поличным задержали двух рыбаков по подозрению в незаконной добыче креветок. Злоумышленники с лодки осуществляли вылов в заповедной зоне в местах миграционных путей к нересту. В общей сложности у них изъято свыше 320 килограммов креветок, а также лодка и запрещенное орудие лова. Прочиненный водным биологическим ресурсам ущерб превышает 26,5 миллионов рублей. Как выяснили полицейские, рыбаки знали о существующем запрете ловли в период нереста. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Полицейские спасли тонущего рыбака. За помощью обратился мужчина. Он сообщил, что на реке Об перевернулась лодка. Человек оказался в воде и ему угрожает опасность. Я, в общем, поехал на рыбалку, выставился, все, нажибил червей, плюнул и начал подтягивать, и это с очком, и, в общем, был так много. Сотрудники патрульно-постовой службы Денис Печкин и Артем Будько сразу прибыли на место. Посмотрите, фонариками. Мы увидели мужчину, который держится за лодку. Мужчина кричал, что у него сводят ноги, он не может больше держаться за лодку. Как выяснилось, обессилевший рыбак пробыл в воде более получаса. Подняв мужчину из воды, полицейские добрались до берега и переодели его в сухую одежду. Грамотные и оперативные действия сотрудников позволили предотвратить трагедию.